Мы чемпионы! Тверской вагоностроительный завод стал триумфатором спортивной лиги Трансмашхолдинга. На минувшей неделе говорила и показывала Москва. Работали все арены спортивного комплекса ЦСКА. Финальные соревнования второго сезона спортивной лиги ТМХ собрали 17 сборных команд предприятий холдинга из разных регионов. Более 500 участников и еще больше болельщиков. Мы не просто с вами занимаемся спортом, мы занимаемся самым главным в жизни, единением и все, что объединяет любовь, и любовь к тому, что мы с вами делаем в работе, в деле, в жизни, в любви к нашим детям, в любви к нашему обществу, в котором мы живем, в широком смысле этого слова, никакой патетики. У нас получается очень хорошо. За два дня разыгрывались комплекты наград в волейболе, плавании, легкой атлетике, настольном теннисе, баскетболе и мини-футболе. И во всех видах за лидерство сражались сотрудники Тверского вагоностроительного завода. На кону был главный приз кубок за первое место в общекомандном зачете. Такие мероприятия объединяют, такие мероприятия собирают команду, команду ТВЗ, как единый коллектив, как единый организм. Чем больше таких мероприятий будет, тем мы будем более едины, мы будем более производительны, мы будем и на спортивных мероприятиях побеждать, и в жизни, и на заводе будем делать качественную, хорошую технику. Два года назад в дебютном сезоне спортивной лиги ТМХ сборная Тверского вагоностроительного завода заняла второе место, уступив командное первенство коллегам из Брянского машиностроительного завода. К новому сезону была проведена более серьезная подготовка под руководством профессиональных наставников спортивного клуба «Планета». Еще в начале года, когда, так скажем, через внутренний чемпионат, через внутреннюю спартакиаду был отбор лучших ребят, и дальше началась плановая подготовка, которая, так скажем, к главному турниру нашего года. В составе волейбольной команды ТВЗ на площадку арены ЦСКА вышли отец и сын Филипповым – 56-летний Андрей Борисович и 25-летний Андрей Андреевич. Это мотивирует очень здорово, потому что есть стимул. Разближать команду, объединять коллектив, возможно, найти новых друзей по интересам. По итогам кругового турнира тверские волейболисты потерпели лишь одно поражение и пополнили копилку ТВЗ серебряными медалями. И это было только начало. Очень достойно выступили представители настольного тенниса. Лариса Пилюгина, Наталья Куценкова, Алексей Вакуев и Алексей Овичкин стали обладателями бронзы. В легкой атлетике оформлен золотой хэт-трик. Забеги на 1600 метров выиграли Анастасия Рыжова и Алексей Гультяев. Вместе с Василисой Плиткиной и Сергеем Кузнецовым они добежали до победы и в самом престижном виде королевы спорта – эстафете. Не остыв еще от своего триумфа, сотрудники вагоносборочного цеха и отдела контроля качества рассказали, что им запомнилось больше всего. Эстафета, конечно, это зрелищно получается. Более командный такой. 1600 – второй раз борьба уже на финише, мне понравилось. Мне тоже эстафета больше, потому что командная такая борьба именно. Сама, все из-за всяких, ну, вообще эстафета. Ну, конечно, эстафета, потому что зрелище, здесь все команды участвуют, каждый друг за друга. Одним из самых ярких и зрелищных получился финал в турнире по мини-футболу. Команде Тверского вагоностроительного завода противостояла сборная завода «Метровагон Маш» из подмосковных «Мытищ». Комментировал золотой матч, как когда-то игры сборной России легендарный Виктор Гусев. Эмоции били через край. Тверь уступила с минимальной разницей в счете – 1-2. Мы, вы видели, отдали 200% на поле. Но как бы забивать такие голы, они залетают раз в 4 года в лучшем случае. Но попал человек, человек-чемпион. Известный телекомментатор Виктор Гусев уверен, что главные победы у Тверских вагоностроителей еще впереди, в том числе и на международной арене. Я думаю, что все впереди. И такая команда, вы здесь проиграли. Если вы поедете в Голландию на этот европейский турнир, я думаю, что вы в финале снова с ними встретитесь. Очень сильные просто эти и другие. Настоящий спортивный подвиг совершили дебютанты спортивной лиги. Баскетболисты Тверского вагоностроительного завода под началом тренера Галины Анисимовой. Начала команда Твери с поражения от баскетболистов Коломенского завода. Уж очень непривычным оказалось усеченное время периодов – до 7 минут. Но очень быстро привыкли. Во втором матче была одержана победа с сухим счетом – 46-0. И понеслось. Баскетболисты при активной поддержке болельщиков вышли из группы. Успешно преодолели все раунды плей-оффа и в финале снова встретились с командой Коломенского завода. И это был супер матч. Соперники шли очко в очко. Судьба золота решалась в овертайме. Капитан Сергей Верховский вел партнеров за собой и довел до первого места в итоговой турнирной таблице. Эмоции, конечно, переполняют, потому что первый раз проводятся соревнования по баскетболу. Приятно, что первый раз и сразу добились высокого результата. Впереди планеты всей. Эм, раме, трам, мор, холзы. Наш состав других важней. Мы быстрей, мы быстрей парохода. Церемония закрытия награждения победителей второго сезона спортивной лиги «Трансмашхолдинга» прошла на уровне лучших мировых стандартов. Драгоценный дождь наград пролился на представителей Тверского вагоностроительного завода. Пять раз на сцену огромный пьедестал почета поднимались и наши пловцы. Вишенкой на торте стало золото в эстафетном заплыве. Отличились Владислав Жаров, Ирина Бахтилова, Павел Романенко и Дарья Гусакова. Очень все здорово. Организация была на высшем уровне. Команды собрались очень сильные. Но, тем не менее, мы одержали победу в этих соревнованиях и очень рады этому. Самые яркие впечатления от участия в спортивной лиге остались и у детей сотрудников Тверского вагоностроительного завода. Майя и Кира Зацепина принесли в сборной ТВЗ две медали в плавную. Все очень нравится, все хорошо оформлено, все очень красиво. Кульминацией спортивной лиги стало объявление абсолютного победителя в общекомандном зачете. На высшую ступень призового позиума поднялись капитаны сборной Тверского вагоностроительного завода. Вот она команда чемпиона! Команда чемпиона сезона 2021! И этот триумф с командой разделили генеральный директор вагоностроительного завода Артем Опятнакович Авелян и многочисленные преданные болельщики. Для нас эта победа значит, что мы первые, мы единые, мы чемпионы всех заводчан, вагоностроителей. Поздравляю с этой победой! ТВЗ вперед! И только вперед! Ура! С победой! Мы первые! Продолжение следует...